приветствую всех всех слушателей наших каналов мира солярис и пандора ревизион сегодня мы отвечаем на ваши вопросы которые вы нам прислали под нашими видео которые вышли на наших на обоих каналах вопросы очень интересные мы вас очень благодарим за эти вопросы и сейчас вот в следующих видео присылайте тоже и под нашим видео сейчас тоже присылайте еще вопросы к следующему же интервью так первый вопрос к нам мира пандора вопрос как вы чувствуете влияют ли мантры горяева на организм и если влияют то как и есть ли смысл их слушать во-первых я тоже приветствую всех и слушателей моего канала и твоего канала ну и отвечаю сразу на первый вопрос я ну по крайней мере от себя скажу да что я не советовала бы слушать их сейчас после того как горя его убрали с этого плана вот не зря его убрали да как бы имеется ввиду они чего-то опасались то есть он дошел до каких-то таких крупных осознаний до в этой области и мы все мы знаем что мы есть звук и все есть звук да по сути дела звуковая волна поэтому ну вы понимаете да что на звук можно записать все что угодно и этот звук но будет записан вам напрямую на подсознание на все ваши тонкие тела и в зависимости от этого будет уже простраиваться и ваше физическое тело и ваш ну в принципе жизнь вся да вот какая-то событийность будет простраиваться поэтому я думаю все эти технологии они очень опасны потому что мы же не знаем мы никак не можем проверить что там записано да то есть нам может как бы написать все что угодно там что это для того-то для того-то по факту окажется вообще для другого и причем вы можете уже понять это спустя там годы да то есть что вот так вот разворачивается это все ну в общем я бы не стала это все очень опасным вот поэтому мое мнение такое супер просто а у меня сейчас прям в потоке информация пришла вот насчет матриц горя его я сижу и как бы в таком шоке я хотела ответить вообще на этот вопрос то что раньше я его слушала я более-менее к этому как бы у меня организм реагировал на это все а вот на тот момент потом когда я узнала что он умер но я еще не знала и слушала мне было плохо а сейчас вот мне прямо информация в потоке пришла вот прям сейчас прям inside вот то что из-за того что изменились кодовые вибрации пространство они получаются немного уже как подустарели для нас для наших организмов которые сейчас идут вот в этот переход ну как вот что сейчас вот в эти энергии которые сейчас идут на землю и и получается так что сейчас уже как бы это уже вас будет понижать а не повышать ваши вибрации вот это вот пришло сейчас так что вот прям вот такие вещи в потоке ребята ну у меня иногда бывает что торг я думаю так оно и есть потому что сейчас много что поменялось все таки мы продвигаемся до в пространстве все меняется и все знают то что сейчас произошло и с протоном и так далее да ну кто читал все таки я думаю то что писала миронова в принципе она имеет место быть поэтому вообще пространство у нас абсолютно другое после 12 года поэтому да так что очень надо быть осторожным и все знают сейчас и что препараты да уже работают не так и мне кстати общалась я тут с кем-то я уже не помню с кем-то из подписчиков кто работал на заводах в том числе и говорят о шоке просто металлы просто распадаются просто в пыль то есть буквально вот ну казалось бы что-то мы за люди не рассказывали что то просто в пыль распадается и этого раньше не было то есть сейчас там но те кто работают в промышленности они знают об этом что сейчас происходит то есть физика другая стала другие надо делать да все по-другому все изменилось сейчас очень сильно вплоть до того что сейчас даже матрица она становится размытой бывает такое что зависаешь и вот как в моего у меня было в потоке был такой момент что до стоят две кружки я вижу одну кружку и другую пытаюсь ее взять она как будто сквозь нее у меня рука проходит вот такие моменты но причем это реально раз разрывается пространство и я даже смеялась думаю да что такое потом раз еще второй раз беру уже нормально думаю что такое как бы раза раз уплотняется она вот это вот все так вот еще один вопрос так мы задаем как бы не как вопросы вы узнаете уже кто задавал вопросы ну я думаю люди узнают кто вопрос задавал свои на свои вопросы конкретно мира пандора здравствуйте наши любимые если у вас какая-нибудь из практик как защититься или защитить военных зоне боевых действий благодарю за ответ ну опять же вы можете делать вот эти вот практики да которые у меня есть по световым взрывом вот так же цветовые вспышки вы можете делать например вы делать их для себя но ну как бы можете одновременно представлять как будто вспышка идет на то место вот где зона боевых действий да например или ту зону которую вы хотите поддержать то есть это будет тоже ну поддерживать ее да как-то вот энергии гармонизировать что ли так скажем выравнивать вот ну пока что на ум только это пришло я не знаю в принципе кто владеет трудными может с рунами там тоже заниматься а там есть защитные руны да можно рисовать на теле и у меня есть такой момент уже много раз возвращались люди кто делал это это делает мать или сестра делает или кто-то из близких женщин нужно взять какую-то ну в общем сорвать фуражку со своего любимого ну кто уходит на войну да это еще старые древние казачьи вещи срываешь с него фуражку он выходит через порог ты срываешь срываете с него фуражку и чтобы он обратно вернулся через порог и забрал эту фуражку и вышел и так три раза подряд и и потом забираете у него что-то что он должен вам отдать но часы может снять может снять кольцо или что-то и сказать вернешься заберешь вот так и получается что вы закрепляете его в том пространстве в котором вы сейчас на данный момент находится делает мать любимая женщина сестра кто угодно из женщин рода и закрепляете его вернешься заберешь и он забил когда забирать там фуражку он выходит и и у должен выйти и не оборачиваться на дом ни в коем случае и если он уезжает уже как бы на поезде чтобы он не оборачивался что вернешься берет чтобы сработал этот как этот ритуал мать может положить ему даже из горшка просто землю цветок который растет в квартире там или там в огороде землю взять с горшка взять маленький пакетик завязать его и положить ему с собой и сказать вот это вернешь домой высыпешь вот это надо тут еще уточнить вернешься живой заберешь потому что вернется то может и эфирным телом вернуться но земля это же уже уплотненная энергия он должен эту землю вернуть он должен этот предмет вернуть эфирном теле не может же он сам вернуть это а он должен именно физическим телом дойти и вернуть это все это вот срабатывало просто уже не один раз такие вещи были что это срабатывало реально вот такой вот подарок от пандоры так третий вопрос мира пандора мои любимые девочки в одной из прошлых жизнях при пытках я закрыла себе память о жреческих знаниях чтобы не рассказать и не выдать их возможно ли снова восстановить память память возможно восстановить вопрос вот именно надо ли это и самой все таки потому что многие вот как раз маги да они закрывали память себе сами и собственно до сих пор они заблокированы самими же собой то есть и надо просто с собой договориться в этом случае то есть как я уже говорил тут единственная техника это ты погружаешься опять вот сюда да в это свое пространство в эту точку нулевую свою и там вы можете получить по сути дела любую информацию в том числе снять блоки да то есть оттуда вы просто делаете ну такой запрос до намерения выражаете что я хочу ну то есть я готова на получить свою память как бы разблокировать ее но при этом надо обязательно всегда проговаривать что чтобы это все как сказать сейчас сформулирую в общем чтобы это гармонично и безболезненно было открыто для вас потому что память она как правило всегда же болезненная такого рода да тем более если были пытки то есть вы же вспомните тогда скорее всего их поэтому надо чтобы вот это все безболезненно и своевременно приходила вот открывалась вашей жизни вот это вот самое важное потому что чаще всего люди вот они хотят да мы хотим там способности мы хотим память а потом вот это вот желание исполняется они уже просто сходят с ума и говорят как это закрыть это вот проклятие какое-то потому что они не могут просто с этим справиться на самом деле просто память она сама по себе открывается когда человек готов то есть вот по готовности поэтому раз у вас она закрыта еще я думаю может быть еще не время ну как бы вот можно в принципе да я выше сказала да как это открыть но обязательно проговаривать чтобы это все было своевременно гармонично безболезненно чтобы все вот равномерно происходило да все я абсолютно согласна мира с тобой но самое интересное что я бы хотела добавить одну вещь такую что сейчас вообще как бы потоки поднимаются и вибрации поднимаются и сейчас будет просто распаковываться память у всех на автомате и такие моменты будут что люди будут и агрессировать которые будут допустим вспоминать какие то боевые какие-то вещи и какие-то вещи будут ну как бы идти уже ну земля поднимается она будет поднимать любом случае вибрации в любом случае она будет это все делать, а люди уже, кто успели, кто не успели, да, и поэтому вот сейчас вот мое послание, как бы вообще, что проговаривайте, вот кто услышит, проговаривайте, пусть при подъеме вибраций Земли вся моя память, которая негативная была, или какие-то там были моменты, или то, что было заблокировано, пусть это выйдет в потоке, но очень мягко для меня, чтобы мой организм мог это выдержать, и моя психика смогла это выдержать. Вот такое вот у меня пришло сейчас. Да, да, я советую. Вот так. Четвертый вопрос. Мира Пандора, скажите, пожалуйста, пожалуйста, что дает активация кристаллов внутри себя, как я поняла на вопросе, и как себя чувствует при этом сам человек? Смотря какой кристалл вы активируете, то есть в зависимости от этого кристаллов на самом деле огромное количество, то есть каждый кристалл отвечает за свои способности, то есть у него своя конфигурация, у вас меняется конфигурация, соответственно, полей, ну, и, соответственно, состояние другое, ну, то есть какие-то способности открываются, какая-то память, кристаллы несут в себя огромное количество памяти, поэтому тут, ну, такой объемный вопрос, просто тут надо уточнять, поэтому я только так обширно могу ответить. Ну, я добавить хочу, что кристаллы, они в любом случае сейчас все будут активироваться, у всех людей, если они, конечно, в них есть, если это не боты, как бы, получается, люди, которых... Мы, кстати, сами создали, это вот кто слушает меня, вот, это мы сами их создали, этих существ, сюда, для того, чтобы пройти этот опыт, как игроки, да, и получается так, что когда в нас как будут активироваться кристаллы вот эти, потому что они могут, многие могут быть плазменные кристаллы, нужно, опять же, мысленно направлять в потоки свои вот намерения для того, чтобы это все распределилось ровно по световым полям у себя, чтобы в ровности, опять же, в гармонии, в частотном порядке это все открывалось вокруг тела, вокруг матрешек, вокруг вот этого всего, ну, чтобы мы это не перегорели, как лампочки, что называется, чтобы это все нормально влилось и нормально у нас это все реагировало. Как мы будем чувствовать? Ну, конечно, мы сейчас все плохо себя чувствуем. Как мы себя будем чувствовать? Сейчас в любом случае в потоке при поднятии вибрации это идет. И стараться, ну, что я, скажу, не вести образ жизни здоровой, там, не пить, не курить, там, заниматься спортом, что я еще добавлю. И тогда кристаллы будут ровно открываться. Вот такой вот ответ. Я хочу добавить, что кристаллы, они, во-первых, всегда плазменные, эфирные такие, да, они находятся на этом уровне, и по сути дела они, как я их называю, жидкие кристаллы. То есть ты когда на них смотришь в том плане, то они именно вот как жидкие кристаллы, но они могут становиться более плотными, там, в зависимости от задачи. Вот. И еще момент, что очень у многих сейчас кристаллы подменены. То есть вот это тоже очень важный момент, который надо учитывать, надо возвращать свои кристаллы, потому что если у вас вставлен не тот кристалл, допустим, от другой цивилизации, то есть она уже вас может использовать для своих каких-то целей. я говорила о том, что у меня вот тоже пытались использовать для выращивания своих кристаллов. То есть они используют людей как материал для того, чтобы вырастить с определенными свойствами кристалл. То есть у меня вот в глаза вставляли они кристаллы для того, чтобы видеть, допустим, больше, чем они могли. То есть они потом себе уже могли вставлять те кристаллы. И как бы вот такая вот функция. Поэтому часто могут быть кристаллы и не ваши, поэтому надо все проверять. И, соответственно, да, когда они активируются, это влияет на физику напрямую, потому что они на эфирном уровне находятся. Ну, там, я думаю, на астральном тоже есть. Ну, в общем, в основном на эфирном. Естественно, это влияет на физику. Когда активация кристалла происходит, начинают выходить блоки какие-то, да, то есть это может через обострение происходить. Вот, собственно, да. Так добавила немножко. Да, я абсолютно согласна. Особенно вот с тем, что если даже у вас вы почувствуете, что это не ваш кристалл, ну, вы скажите тогда забирайте его из меня, и я запрещаю его использовать. Вот. Ну, просто сейчас намерение ваше стало намного сильнее. Поэтому, в принципе, люди сейчас поймите, что мы и есть боги, мы здесь игроки, мы здесь этим всем рулем, поэтому все в намерении, все в таком вот четком, конкретном посыле должно быть, в осознанном. Надо только не забывать, что ты сказала забирать, и там надо не забывать, что всегда здесь они соблюдают правила, да, и то, что если они тебе что-то вставили, значит, они забрали что-то твое. Соответственно, когда ты... Да, вернули, да. Да, вернуть то, что ваше, обязательно. То есть, это не обязательно могут быть именно кристаллы там, да, из глаз, может быть что-то другое, но они всегда обязаны, как бы, ну, то есть, если они вставляют, значит, забирают что-то ваше. Так же, как если отдают, то должны забрать что-то свое, те же свои какие-то оборудования, да, которые ставят. Вот этот момент надо обязательно тоже учитывать. А то, ну, отдают кристаллов, а потом и останутся еще без своих, да, без чужих. Ой, да. Сейчас интересное время такое живем, что просто каждый раз все что-то новенькое открывается. Так, пятый вопрос. Мира Пандора, как ставить защиту при демонических нападениях? Поделитесь, девочки. Вот такой вот. Опять же, я не знаю, я каждый раз просто говорю, все время почему-то это люди воспринимают как рекламу, но просто я на самом деле не нашла ничего лучше, кроме вот Меркабада и вот этих световых взрывов, которые вы можете делать бесплатно. Там даже просто указано, что вот, например, белый цвет, белый цвет терпеть не могут демоны. То есть, если вы себе взрываете вот это поле белого света, оно автоматически, там белое и золотое еще тоже, вот они терпеть не могут. поэтому если вы, например, поставили себе вот эту защиту из вспышек света, да, на дом, например, то есть они уже туда не зайдут. Вот, но это понятное дело, что надо делать, видишь, а у нас люди не любят как бы что-то делать, поэтому там надо утром и вечером в идеале делать, чтобы ты был всегда под защитой. На самом деле, как бы, я говорю, не была простая эта техника, она реально работает. Там, потому что и от теневых существ, и от разных сущностей, от покойников, от демонов, то есть от грибка, от вирусов, от бактерий, там вот все, каждый слой, там все продумано, вот я дала, вот прям бесплатно можете, она тоже работает, эта техника у меня в бесплатной практике. Пожалуйста, заходите, смотрите там, вы на канале у меня. Да, я четко подтверждаю, потому что сама использую все эти техники, они все рабочие. Да. Просто надо делать, не лениться, просто утром встали, сделали, вечером, перед сном, как бы, ложитесь, сделали, все, и у вас никаких нападений не будет. Ну и мое от Пандоры, как обычно, нож под матрас, все, острием, как бы, от кровати, Под матрас на всякий случай, да, если что, если что, то я скажу, все понятно. Вот, если что, я где-то не проработал, ножик уже под матрас, да. Кстати, тут читала какую-то технику, такую вот, к тем, к кому приходят суккубы, инкубы, вот эти вот, сейчас многие, кстати, пишут, тоже мне тут женщина писала в комментариях, что на сексуальную энергию, да, пытаются развести, вот, и где-то читала, по-моему, солью там делают крест под кроватью, по-моему, солью, я вот сейчас не очень помню, и делают крест прям под кроватью, вот равносторонний крест, и все, и как бы вот эти существа, они уже почему-то не могут прийти, вот не знаю, насколько это правда, ко мне не приходит, поэтому, могут как бы люди попробовать. в принципе, у меня, а дальше просто еще саморазвитие, ребят, потому что у меня был такой момент, что ко мне пришла, та такая сущность, было такое дело, вот, кстати, вот как раз, когда они начали эти нападения делать, и был такой момент, что я во сне просто почувствовала, что у меня пошла откачка, я говорю, так, я не поняла, почему, но так как я сейчас уже осознана в своих аспектах, я взяла просто по этому потоку, пошла, и эту сущность просто уничтожила, все, это все опять же от вашего развития зависит, и после этого ко мне больше никто не подходил, не заряжаться, ничего никак. Мира Пандора, стоит ли обращаться к магам из интернета, которые за деньги чистят от лярв и других сущностей по фото, кому из них можно доверять, может они еще и подсадят нечисти, как с ними разобраться, белые они или черные? Вот такой вопрос. Длинный вопрос, конечно, многоуровневый, я бы сказал, потому что черной и белой магии на самом деле не существует, ну, по-моему, да, есть просто магия, есть просто энергия и знание, как эту энергию управлять. Вот, по сути дела, это наука, а там уже, как говорят, что белые, это те, кто делает для других, да, а черные, это те, кто делает что-то для себя, вот, у нас почему-то не принято делать что-то для себя, если ты делаешь что-то для себя, значит, ты уже черный маг, вот, как-то так считается, поэтому, я не делю на это, вот, но, что хочу сказать, что, конечно, сейчас очень много, вот таких вот в кавычках магов, вот, которые либо просто деньги сдирают, либо могут очень, да, много подсадить тебе, или там подключить к себе на канал, чтобы скачивать энергию человека, то есть под управлением человек уже становится тоже, ну, как батарейка, по сути дела, многие так делают, это чернушники, да, поэтому я говорю всегда, что наша задача обращаться внутрь себя и без посредников, вот, все это делать, собственно, вот опять же, как убрать у себя лярх, я говорю, что вот, пожалуйста, вот эти вспышки света, они убирают это все, вот, с намерением, если вы будете это делать, что вот, как с уверенностью в своих силах, да, что вы это сами можете сделать, а не кто-то там за вас, либо вы можете, опять же, не тратить деньги, да, и если у вас есть время, вы можете использовать, опять же, вот эти ряды, многомерную медицину, да, по пучку, книги, и вообще бесплатно можно, в интернете найти, сейчас есть такой сайт, кстати, kub.ru, вот, бесплатная библиотека, там очень много книг, вот, по пучку, там огромное количество книг, можно прямо начинать, и вот штудировать, и не надо тогда ни к кому ходить, вот, но, тем не менее, все-таки, есть нормальные, как бы, ну, хорошие маги, да, хорошие люди, которые помогают, вот, но это я не знаю, это надо вот именно, опять же, если вы сами себе помочь не можете, а бывает такая ситуация, когда уже все, то есть человек уже, вот у меня, кстати, такое было в жизни, вот, ну, мне повезло, у меня подруга, как раз, вот, занимается рядами, она мне тогда дала такой толчок, как бы сняла вот этот слой, для того, чтобы я могла уже дальше сама это делать, вот, в таких ситуациях, конечно, да, нужна помощь, ну, и тут, я не знаю, тут по ощущениям только, вот, как вам, кто вам резонирует по сердцу, да, если вы чувствуете, что вот этот человек, да, может мне помочь, тогда, конечно, безусловно, можно обращаться, ну, тут сложный вопрос. Вот, я абсолютно согласна, сейчас нужно вот в это время, сейчас вырабатывать в себе, научиться различать энергии, чтобы эти энергии, как вам резонируют, не резонируют, чувствуете вы от этих энергий этого человека конкретно опасность, или что, опасность это зеркальная, или не зеркальная, в общем, надо прорабатывать это очень сильно, а вообще куча техник, которые вы можете сами развить в себе, да, также тут даже, даже по фотографии, свою фотографию взять, взять свой заряженный нож, и почистить себя просто по полям, именно по фотографии, просто вот так взять, по простукиванию, порезыванию, просто убрать этих лярб, себе, просто самому, любимому, по фотографии, это вы можете себе сделать. Есть атлетики, есть рунические ста, это из такой, как бы, как я ее называю, нижняя магия, из плотной магии, в смысле, что именно надо делать какие-то обрядовые техники, но кому-то они помогают, то есть я это не использую, потому что, ну, мне проще так, как бы, я вот с материей не очень тут взаимодействую, но хотя иногда я понимаю, что да, вот сейчас вот надо использовать это, то есть вот, какие-то техники вот этого нижнего мира, скажем так, имеется в виду материального, я сейчас не про инфернальные миры говорю, вот про всякие отливки, там соль и так далее, да, как бы они иногда помогают именно от таких же воздействий, да, вот как бы действие, и должно быть такое же противодействие, вот, так что да, надо тут уже подбирать, так что отливки, рунические ставы, я не знаю, вот эти вот техники, яйца, выкатка яйцом, да, все это вот, все есть это, можно найти в интернете, где угодно, берете и делаете, да, иногда просто, сейчас просто говорят часто, что вот это уже сейчас не работает, еще как работает, вот, как сказать, тут получается, смотрите, вы делаете, во-первых, это мысленно, еще подкрепляете это физическим действием, и тут уже от вашей веры зависит, еще как это все работает, до сих пор прекрасно, я тоже думала какое-то время, что, ой, это все не работает, все прекрасно работает, да, над намерением, да, конкретно, да, это сейчас особенно активировались руны, это я заметила, прям четко, прям сильно стали работать, раньше почему-то был такой период, что они не работали, сейчас прям сильно они прям активировались, есть такое, так, следующий вопрос, Мира Пандора, расскажите, пожалуйста, из чего эти чаши, ну, имеется в виду, Мира, твои чаши, они же вроде должны быть из металла, как они отличаются друг от друга, железные и кварцевые, вот эти вот, белые и имеется в виду железные? Отличаются они материалом, да, естественно, в первую очередь, что вот эти чаши из кварца, их отливают из 99,9% кварца чистого, то есть кварцевый песок вот этот, чистейший, который нагревают при температуре 3000-4000 градусов, и отливают в специ... причем при кручении еще, при вращении, его отливают в специальные формы, и вот я говорю, мы проверяли по тюнеру, они реально звучат вот четко по нотам, я заказывала, мне они... почему я заказала именно кварцевые, во-первых, потому что кварц ты можешь зарядить, как тебе надо, то есть он... ну, ты можешь его почистить и зарядить, то есть он лучше, чем металл, да, берет, он прямо вот как матрица, которая считывает это все, то есть ты можешь зарядить, и они уже будут своим просто присутствием, а еще если со звуком, представляешь, это как резонатор, который будет распространять определенный вид энергии, который ты туда прописал, во-первых, во-вторых, мне больше нравится звук у этих чаш, потому что, вот, например, я пробовала работать на металлических, там часто, когда вот этим шестом доводишь, там часто оно, когда до определенной вибрации доходит, он начинает соскакивать, и получается такой дребезжащий звук, мне вот он очень не нравится, вот, у меня не получается играть, но, может быть, это у меня так не получается, может, чаши были какие-то не те, в принципе, я на таких сувенирных пробовала-то играть, не на рабочих, вот, ну, в общем, мне больше понравились кварцевые, вот звук лучше распространяется, поэтому я вот взяла их больше, ну, не знаю, что еще сказать на эту тему. Я думаю, что они плотнее просто держат, вот эту вот, как вот эта штука, которая водится, да, и поэтому она не слетает, потому что они, когда вибрируют, там получается совсем другое, это как вот хрусталь, да? Так это, ну, по сути дела, да, как хрусталь, получается, хрустальные их еще чаши называют, кристальные, хрустальные, по сути дела, так оно и есть. И звук получается чище и красивее, так что я вот абсолютно согласна, мне добавить даже нечего здесь. Так, ой, так, вопрос такой с заковырочкой. Мира Пандора, здравствуйте, ответьте наши любимые, ясновидящие девочки. А вот Фейдре и Вселенная, они с какими силами общаются? Заранее благодарю за ответ. Во-первых, я не знаю, кто это такие, во-вторых, во-вторых, ну, как я видела, в Фейдре, по-моему, один раз, ну, если я про того думаю, просто я не знаю, не смотрю их, я не знаю, кто это, такой молодой вроде парень, да, по-моему, вот, я сразу говорю, что я ни про каких блогеров ничего говорить не буду, заниматься обсуждением и так далее, вот, поэтому мне сказать тут нечего. Ну, я как обычно, я как обычно из личного опыта, вот, Юрий Фидре, он хороший контактер, сразу говорю, и смотря с кем он, конечно, контактирует, это надо проверять, у меня просто был такой из жизненного опыта момент, я сидела, его слушала, мне он нравится иногда, вот, включая послушать, и я сидела в этот момент, раскладывала просто на вторую, и я так говорю, с каким контактом он сейчас контактирует, и выкладываю карту дьявола, ну, это уже сами думайте, да, с кем он в этот момент вёл контакт, да, кто там стоял, может, там репет стоял, опять же, это надо, опять же, по вашим сутевым энергиям чувствовать, проверять, учитесь различать, ещё раз говорю, а насчёт мастера вселенной, тоже одно время я её слушала, и были бы таким, я же экспериментатор, я же всё, мне влезу во все эти, вот, пока по башке не получаю, вот, и такой был момент, что я её слушала, медитацию, вошла, всё, как она там вот делает, всё, как бы, я погрузилась, всё, и я увидела, что она робот, вот, простите меня, вот, кто видящий, она реально вот, ну, как из металла, и она начала на меня нападать, и, ну, я, конечно, понимаю, что она меня могла увидеть, как калит, да, вот, я, конечно, это всё понимаю, а потом она на следующий раз, вот, после этого момента, выпускает видео, где говорит, что я робот из космоса, и я прилетела сюда заряжаться энергией, вы можете у неё на канале найти это видео, она сама не скрывает ничего, но она, опять же, даёт интересные моменты, может раскрыть, если вам это резонирует, пожалуйста, можете её слушать, это, опять же, да, размещайте, я сижу с таким лицом, кто все эти люди, понимаешь, оказывается, ты всех смотрела, я вот даже не знаю, кто эти, даже, ну, мне скидывают просто, и говорят, посмотри, Пандорочка, кто это, мне тоже много, что скидывают, просто я вот, ну, реально, у меня нет времени вообще, просто такое количество, что мне скидывают, у меня даже про, ну, ветеранов ТКП нет времени посмотреть, так, следующий вопрос, Мира Пандора, здравствуйте, подскажите, почему Луна несколько раз, за последние несколько лет, меняла своё местоположение? Ну, я уже говорила о том, что нам показывают то, что мы принимаем за космос, это всё голограмма, вот, это нам, как в планетарии, да, показывают здесь, поэтому, поскольку я говорила, кстати, тут вчера выложила видео, да, про то, что ветки у нас сейчас могут сливаться, то есть, и поэтому, вот, кстати, увидела, что ещё интересно, почему несколько солнца видят ещё в небе, да, мне как-то была такая информация, от инопланетных наших знакомых, в общем, они там говорили о том, что когда вот пять там солнц в небе, или три там и больше, то есть, это когда сливаются реальности, и человек находится между, то есть, если вот ты видишь несколько солнц в небе, то в этот момент ты можешь выбрать реальность, куда пойти, то есть, и потом как-то уже раз, и тебя перетаскивать туда, вот, но насчёт Луны я не знаю, вот это вот, этот момент, относится это к этому или нет, но я думаю, скорее всего, это сбой в матрице сейчас идёт, во-первых, матрицу сейчас переделывают, и плюс ещё, может быть, да, из-за того, что слияние разных веток, и просто проникновение другой, я рассказывала, по-моему, как-то в Москве, был случай, и нас было трое, все это видели, то есть, это не меня одно глючило, про Луну рассказывала я, что полнолуние как раз было, и мы сидим, я просто любила смотреть на Луну, значит, смотрю, она как раз встаёт, и такая серебряная, прям белая Луна, с одной стороны, значит, мы на неё все смотрим, значит, потом я буквально отвернулась, там на какую-то долю секунды, поворачиваюсь, Луны нет, а небо абсолютно чистое, понимаешь, она вот из-за домов, вставала в Москве, это было, вот, и я такая сижу, я говорю, я что-то, говорю, не поняла сейчас, я говорю, а где Луна-то? И все такие в шоке, тоже сидят, не поняли, и тут мы видим, как совершенно с другой стороны встаёт, короче, Луна, только уже такого, прям, оранжевого цвета, ну, вот как мы привыкли, да, и мы такие вообще не поняли, но тогда вот это был как раз, 12-й год, тогда вот эти были прыжки просто вот по разным веткам, и плюс ещё там, это серая ветка, метро, конец серой ветки тогда ещё был, это в Отрадном было, вот, и там что Чертаново, что Отрадное, это вот два конца как раз этой ветки, там вообще весело, вся эта серая ветка, в общем, там, я говорила, что постоянно НЛО снимала там, ну, вообще весело было, так что я не удивлюсь, там просто вот вся Москва, она как в Междумире в каком-то стиле, из-за чего это может быть, да, то есть подвожу итоги, что либо сбой матрицы сейчас, либо сбой в их этом проекторе, который всё это дело нам показывает, либо смещение веток, вот три разных причины, я думаю, ну, это из того, что я знаю. Ну, я в принципе согласна со всем, вот, у меня просто, я добавить ещё хотела один такой момент, что возможно это ещё из-за подъёма энергии идёт вот этот именно сбойт проектор как раз их, из-за того, что Земля сейчас разуплотняет вот эти все энергии для того, чтобы поднять их. И почему люди-то сейчас с ума сходят, что когда полнолуние, вот эти все, ну, просто идёт такой вот сильный большой поток негатива у людей друг на друга. Это вот как раз вот из-за того, что сейчас поднимаются вот эти все энергии. И вот недавно мне видел, по-моему, в Телеграм кто-то высылал, что две Луны с одной стороны, одна Луна, и с другой стороны Луна. И вот такой вот он смотрит, он её снимает с одной стороны, и с другой стороны снимает. И я так думаю, ну, это явно однозначно, либо разделение реальности, либо кораблик чей-то. Потому что, ну, там просто вообще так, ну, прям мощные вещи такие происходят, что два солнца, одно солнце с другой стороны, одно с другой стороны. Это вот прямо даже вот на физике видно, что разделение реальности идёт. Вот это я хотела добавить, так что всё хорошо. Так, следующий вопрос. Так, Мира Пандора, можно ли верить предсказанием различных предсказателей о будущем? Я уже который раз говорю, ну, и на своём канале, да, постоянно об этом говорю, что почему я не люблю смотреть будущее, вот, потому что оно постоянно меняется, то есть, ещё в программах даже, в ТКПшных, да, это поняли, что когда они заходят туда, в будущее, даже физически, да, их отсылают, потом оно стопроцентно не сбывается всё равно, то есть, если наблюдатель уже увидел эту ветку, то она всё равно меняется уже, то есть, ну, там может незначительно, но она может поменяться, поэтому смысла, наверное, его смотреть нет, мы можем как бы примерно посмотреть, какие события, но и то, как бы, вот, например, я не знаю, ну, фигура какой-нибудь мировой величины сделает какой-то шаг, да, не тот, то есть, по-другому изменят решение, и всё, ветка опять смещается, либо они перезагружают просто ещё ветки постоянно, то есть, поэтому я даже не знаю, ну, вот я вот тут рассказывала, да, что я увидела в будущем, я там, конечно, немного рассказала, я там гораздо больше всего видела, вот, но просто, я думаю, смысл, как бы, понятно, что мы идём по позитивной ветке, ну, более-менее позитивной, да, ветке, вот, и, наверное, всё на этом, как бы, что там ещё в деталях-то смотри, хотя есть такие, в принципе, уникомы, да, как вот Лада, например, ведунья, которая у меня тут выходила, я всё удивляюсь, она, конечно, очень чётко достаточно видит какие-то вот ближайшие события, считывает, конечно, молодец, ну, поэтому, ну, даже она говорит, что, конечно, смотреть будущее, это такое, белыми по воде писано, как говорится. Да, я хотела добавить, вот, благодарю, Мирочка, вот, за это всё, за информацию, я хотела добавить просто к этому всему, что у каждого сейчас здесь на планете существа существуют свои кураторы, и эти кураторы, если особенно, особенно они существуют у людей, которые видят будущее, прошлое, ветки могут просматривать, у людей со способностями, и они иногда дают эту информацию для того, чтобы через этого человека, изменить пространство, или простроить определенную ветку, и смотря с каким же, да, и смотря с каким, с каким куратором, кто это, негативные цивилизации, или какие-то более положительные цивилизации, которые ведут нас к определенным там вещам, чтобы мы выжили, чтобы у нас здесь было всё хорошо, чтобы мы развивались, вот, и как раз поэтому можно и определить, какие предсказания, если он 150, какой первый раз говорит, что ядерная война, то понятно, в какую сторону он ведёт ветку, да, человек, и если это светлый человек, он не договаривает этого, он сам это берёт, и своим намерением убирает, он договаривается уже со своими кураторами, говорит, ребята, я не хочу в этого, я здесь, на этой планете существую, для того, чтобы продвинуть светлую сторону, и он просто своим намерением это стирает это всё, и говорит, нет, я иду по положительной ветке, так же, вот, как мы там сейчас с девочками делаем на этих, на планетарных работах, просто меняем ветки, в ручном режиме, а потом получается так, что люди отписываются, что там, там, и там, там поменялось, так что всё от вас зависит, от вашего намерения, и верить, не верить, сейчас надо чувствовать, сейчас надо чувствовать, и развивать в себе вот это развлечение всего, вот этих энергий, и развивать в себе вот эти все вещи, прокачивать просто в себе, вот это я хотела сказать. Я думаю, что существуют люди силы, как их называют. Их немного. Те, кто могут влиять на реальность, те, кто могут влиять на людей. И вот этим людям силы дают как раз вбросы такие. И вот с этими вбросами они начинают как бы людям их раскрывать. Еще идет накачка энергии, и так проявляется ветка. Поэтому еще я не люблю как бы озвучивать то, что я вижу, потому что там далеко не всегда позитивные моменты. Наверное, все. Да, на этот вопрос все. Благодарю, Мирочка. Так вот, вот этот новый вопрос, еще один. Подскажите, Мира Пандора, почему так? Почему так? Как, когда начинается какое-то движение в теле энергии, подъем, то сразу это блокируется? И это я имею в виду, наверное, допустим, человек практикует какие-то медитации, как я вот расшифровываю. И получается, он когда поднимает эти энергии, и в какой-то момент происходит так, что идет резкий спад. Вот из-за чего это происходит? Вы не забывайте, где мы находимся сейчас, да? На планете тюрьме-карцере. То есть я бы назвала так, что тюрьма строгого режима. Я вот эту планету вижу только так. Ну, планету в кавычках, игру, да? В которой мы находимся. И, соответственно, естественно, когда вы находитесь на определенном уровне, то есть еще под матрицей, всецело, да, вот этой вирусной матрицей, естественно, эта матрица, она постоянно отслеживает. То есть как только вы начинаете выходить из ее, как бы, пут, да, то есть сразу же это считывается, и сразу же вам, ну, противодействие какое-то вводится. То есть это будет до тех пор, пока вы не наберете определенный энергетический потенциал, не расторгнете определенные виды контрактов, да, которые у вас есть на это, на то, чтобы они вам блокировали это все. То есть это вот будет продолжаться до тех пор. У меня было точно то же самое. Я думаю, мы все через это вообще проходили. И в какой-то момент, то есть когда ты уже возвращаешь себе большую часть своих сил, да, своей энергией, расторгаешь контракты, то есть ты понимаешь, что да, вот ты сейчас начинаешь выходить. И то, как бы, все равно, естественно, где-то там что-то мы все равно не видим, поэтому я еще и здесь, собственно, если бы все видела, меня бы уже здесь не было. Разбираемся потихоньку, вот все вместе. Поэтому это стандартный вариант. Что я могу посоветовать, это на, вот, расторгать договора, да, искать, в связи с чем у вас эти блокировки. Соответственно, убирать какие-то подключки, сущности. Ну, вот, элементарно это начальная работа. То есть активировать свои поля, свои кристаллы, и тогда вы уже будете не подконтрольны в такой мере для этой матрицы. Вот абсолютно согласна. Да, абсолютно согласна с тобой, Мира. Вот, я хотела просто добавить немного, что надо себя прокачивать. Вот, когда я себя прокачала, вот, прям конкретно, прям энергия, все содрала из себя, все вот эти подключки, прям по жесткому варианту прям пошла. И там и упражнения делала, и цигуны, вот эти вот все вещи, когда себя по жесткому прокачиваешь, они потом перестают сдергивать. И ты идешь уже в рост. Вот, и единственное, что вот на данный момент у меня сейчас как, что меня конкретно сдерживает от распаковки ситхов, из-за того, что я сейчас как бы синхронизировалась с потоками земли, просто с землей синхронизировалась с ней, я теперь чувствую, что распаковка уже моих ситхов пойдет после того, как у нее подъем пойдет. Потому что мы сейчас, те, кто ее чувствует, уже все как бы в ее поле находимся, и уже просто на ее энергиях будет распаковка ее людей. Вот это я увидела. Мира Пандора, расскажите, что за вирус идет, что все болеют по третьему разу, по десятому разу и никак не могут выздороветь? Да, это, наверное, про небесную радость, и не только про излучение, которое на нас дают, но и в том числе это и про магию черную, которая обязательно всегда присутствует, работают специалисты в этой области на всю планету, то есть они распространяют это, только это уже, я считаю, техномагия, которую они, собственно, и долбят всех. Как я смотрела по последним штаммам, которые сейчас у нас, ну, в общем, как я смотрела с тонкого плана, ну, мы так особо не углублялись, это если так совсем поверхностно посмотреть, то, значит, первый штамм, он как бы связывает ноги человека, то есть, получается, воздействие идет на будущее, да, на событийность, связываются вот дороги, получается, для человека, и, ну, на самом деле, первое, с чего вообще начинается вся эта болячка, да, все, наверное, знают уже и запомнили, потому что я вот три раза, например, болела, и я сразу отслеживаю, если начинается депрессия, значит, все, то есть это вот начало как раз напасти этой. В общем, и он связывает ноги, то есть, и прямо как черная такая энергия, которая ноги запутывает и идет еще сзади на спину, то есть это вот, ну, соответственно, на нижние центры влияет, на сзади вот все перекрывается, начинает болеть спина, мышцы спины, ноги, собственно, вот. А второй штамм, он действует наоборот, то есть я видела, он перекрывает верх, то есть связь вот с вертикалью со своей, и верхние центры, ну, верхние центры, то есть получается, и верхнюю часть спины, вот. Но это если совсем поверхностно, то, что вот я смотрела, мы не углублялись еще в эту тему, вот я не болела сейчас этими последними новомодными, потому что сказала, все мне надоело, я как бы уже не хочу, поэтому пусть кто-нибудь другой вместо меня этим занимается. Соответственно, вот такие новости, это по этим, я забыла, там какой вопрос был, я ответила на него или нет? Да, 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 вот я, в принципе, согласна абсолютно со всем, это вот именно техномагия, это проработка, возможно, перед этой небесной радостью, плюсом вот эти все вышки, которые периодически они запускают, и это все идет просто воздействие на людей. Но опять же я хочу добавить, если мы прокачиваемся, энергией прокачиваем, и вот я делала себе наузы на ноги, и это проходит, вот я не знаю, просто если мы затрачиваем свое внимание, в это сосредотачиваем, как бы получается, то мы можем, если мы прокачиваем, и мы чувствуем уже воздействие, да, и мы можем это просто у себя аннулировать, это убрать, ну, просто отправить им эту магию назад, просто своим намерением. Да, я, кстати, хочу добавить еще, тут надо только показывать, потому что уже никак не скажешь, в общем, вот по поводу этого. Да, 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 да. В общем, просто смотрела, я была вообще, честно говоря, в полном шоке. Там, я так поняла, гипнолог погружает женщину, одержимую, бесами. Я тебе, по-моему, отсылала это видео. Вот. И там они прямо напрямую говорят, что происходит с душой человека, вот когда эта вот тема происходит, что происходит с душой человека, и для чего они вообще сделали вот эту всю вещь. То есть они там прямо говорят эти бесы о том, что это черная магия. Да. Вот в этом вот растворе, да, там, ну, связана связь идет с черной магией. Вот, жуть на самом деле. Они говорят, что мы, а что они ждут времени того, что сейчас будет какой-то новый мир, да, ну, он там связывает с Иисусом, типа Иисус придет, ну, там Бог придет, вот, и они говорят, мы это сделаем для того, чтобы больше душ попало к нам, то есть чтобы он не получил их. Ну, и целитель там какой-то, как раз наблюдал за женщиной, которая к нему до этого ходила, и потом после этого действия, она, значит, к нему уже пришла, и он увидел, что душа была, ну, как, у нее не было связи с телом, то есть какая-то блокировка произошла. Ну, и вот, собственно, и вот этот вот бес там из этой женщины сказал, что мы, как бы, эти люди становятся вратами для нас, он четко это сказал. Так что, ну, вот мы и видим, те, кто как бы этим делом заделался, да, они, собственно, они очень агрессивные, да, становятся, и, ну, действительно, они какие-то вот, ну, честно, я вот не узнала своих соседей, например, когда они это сделали, поскольку я считываю энергетический слепок, я вообще не узнала даже их просто вот, потом уже подошла, когда чисто глазами, когда уже начинаешь смотреть, вообще просто, конечно, такие колоссальные изменения. Я вот абсолютно согласна с тобой, Мира, это вот четко черная магия, потому что, когда в самом начале еще всей этой, катавасии, я сканировала людей, я видела, что тела разделены, душа и тело разделены, и что очень... А, вот, вспомнила. Он там говорит, в этом видео еще, Бьес говорит, этот у него спрашивает, есть ли шансы для людей, так вот я когда, он говорит, да, есть, если они покаются, так вот реально, то есть люди-то многие же сделали, потому что их заставили, да, или потому что они просто не понимали, что они делают, и сейчас вот многие, когда уже узнали, что это такое, то есть они все, конечно, в шоке, вот кто, ну, осознался, да, так вот я хочу порадовать людей, кто если меня смотрит, кто сделал там по незнанию, у них есть шанс на самом деле, вот, потому что я когда смотрела, вот, еще будущее, мне там сказали, что вот за эти полтора года уйдет где-то, ну, много уйдет людей на самом деле, я так не буду говорить, озвучивать проценты, потому что цифра такая, ну, в общем, уйдет много народу, но 15% из тех 50, допустим, да, ну, грубо говоря, из тех 50, что сделали вот эту вещь себе, им, короче, дастся шанс, то есть они останутся, ну, вот, видимо, благодаря осознанности и тому, что они расторгнут вот эти договора с темными, то есть у них будет шанс, поэтому не надо отчаиваться, я думаю, что шанс всегда есть, вот, ну, вот уже кто сделал там последующие уже эти вещи, еще несколько этапов, да, я думаю, у них, конечно, уже не знаю, есть ли шансы, то есть, ну, они уже, в принципе, и не думают, у них уже связи с душой, я так понимаю, вообще практически уже не остается, вот. Последующие укусы, последующие укусы, это уже, как бы, человек уже полностью, уже отодвигается от энергии Творца и от энергии планеты Земля, и уже, он уже не может, не зацеплен, не зацеплен, получается, поэтому мне очень жаль, вот, реально, ребята, я понимаю, очень много близких людей это сделали, и... Да, у меня, кстати, как-то показывали во сне, мне показывали тоже эти вот товарищи, не товарищи, в общем, такие, мою знакомую одну, которая себе тоже сделала, я на нее смотрю, а у нее, как на экране ее, как бы, вижу, у нее глаза прям полностью черные, то есть, вообще белков нет, я говорю, а что, говорю, вообще произошло-то с ней, они говорят, ее скоро не будет, то есть, я тогда поняла, что она физически, как будто умрет, но нет, она жива, но на самом деле, как бы, вот, по ощущениям, там живого ничего уже нет, то есть, там вот просто, вот как действительно врата для кого-то, для другого. Ну, они же не отказались, да, от своих планов, они же хотят, и зомби-апокалиции, они же хотят их все, но у них отменяем все, отменяем, ребята, прорабатываем своей осознанностью все их планы, просто берем и отменяем, входим в это поле, и потом спускаем его в материю, это уже наша работа духовная, как магов здесь на земле, так что вот так вот. Сейчас многие команды работают, все работают, мы работаем, поэтому, да, с этим, что просто нейтрализация идет тех энергий, негативных, да, которые они постоянно, вот сейчас опять коридор затмений, бесконечные какие-то коридоры затмений, я вот раньше думаю, то ли я не замечала, то ли их столько не было, а сейчас постоянно одни коридоры затмений, я говорю, такое ощущение, что мы в вечном затмении вообще находимся. Да, это точно, есть такое, ничего, прорвемся. Так, следующий вопрос. Так, Мира Пандора, как прорабатывать себя? Расскажите пример для обывателей. Такой вопрос с фотковыркой. Я выше говорила уже, тут не имеет смысла сейчас, просто говорила, с чего начать и так далее, как бы сегодня даже с тобой в разговоре. Да, в принципе все техники мы уже сказали, смотрите выше интервью, как бы, ну все наши на каналах, все наши работы смотрите. У меня в разделе практика, там есть, и я говорю, что самое главное открывать свой, вот этот сердечный центр, туда погружаться, там есть выход в источник, и там уже вы получите всю вообще информацию, которая вам нужна, то есть начинать надо вот элементарно, с элементарной чистки, в общем себе, просто у меня подключки, а техник на эту тему целое море в интернете. И у меня курсы есть, и у тебя там на канале, там в общем есть из чего выбрать. Да, смотрите, прорабатывайте все, и прокачивайте себя, свою энергию, чтобы то, что вот они делают, наши не товарищи, чтобы это на вас уже не имело такого воздействия. Вплоть до того, что даже когда они включают, ты себя прокачиваешь, что уже даже вот это, постоянный свист, это в принципе можно проработать и убрать. Но если не получается, в принципе существует медная ткань, можете завесить, там все сделать у себя в комнате, можете шапочку из этой медной ткани сшить, она тоже хорошо помогает. Кстати говоря, добавить хочу, я давала у себя в телеграм-канале диаграмму, где там воздействие, и когда тебе плохо, можно посмотреть, я там давала у себя в телеграм-канале, можно ее найти. Так вот, я сейчас смотрю даже вот себя, какое воздействие идет вообще. Ну, я не знаю, может я такая уникальная, но я думаю, оно на всех идет. То есть там скалярное оружие, волновое это звуковое оружие, оптические частоты, ну, электромагнитные, естественно, СВЧ, вот, ну, просто, ну, и все операторы, естественно, тут как бы все вместе, вот, ну, ну, это ужас вообще, что сейчас творится, просто вот на людей сбрасывается, я не знаю, в этом состоянии, как выжить вообще. Ну, поэтому... На самом деле, постоянно, да, что-то делать, и не лениться, и постоянно что-то вот себе ставить, вот какие-то поля. Кстати, при дистанционном видении у них есть... В ЦРУ они изучали эту технологию дистанционного видения, так вот, они там говорили, что нет никакой защиты, на самом деле, от него, у людей. Они там говорили о том, что самый... Ну, всех легче, короче, вскрыть человека, у которого стоит вокруг какая-то сфера из энергии. Почему? Потому что... Ну, на обычного человека минут сорок требуется для вскрытия его, чтобы войти в его поля и прописать, что им надо, чтобы человек работал по их уже. А на такого вообще минут десять-пятнадцать и все, как бы он вскрыт. Почему? Потому что человек думает, что он защищен. Вот. Ну, это не касается поля Меркаба, я думаю. Это они, вот знаете, как есть эти простейшие технологии, да, мол, представь вокруг себя там световое поле и все, и ты как бы защищен. Вот это сейчас не работает, это в смысле один свет, я имею в виду. Вот, например, эти световые взрывы, это уже помощнее. Плюсом вы еще же в конце всегда, я говорю, что вы ставите такую установку обязательно в конце, что я прозрачен и невидим от всех враждебных намерений, вторжений, внедрений в мои тела, поля и структуры. То есть вы это делаете и ваше подсознание, оно уже сечет, значит. Кто там, куда пытается пробраться, то есть это все блокируется. То есть вы всегда на стреме, поэтому всегда надо это делать утром и вечером. Вот, ну потому что ночью, они особенно любят это ночью делать, вот там прямо у них в методичке по дистанционному видению это написано. Вот. Это, кстати, в принципе, материалы я тоже могу выложить под видео у себя в телеграм-канале. Есть, в общем, ЦРУшные эти документы, которые сейчас открыты, в принципе, уже. Я тут просто несколько дней сидела, разбиралась с ними, вот, скачивала там, много документов нашла. Вот, могу выложить, но я сразу говорю, что у людей, которые не подготовлены, у них вот это, как сказать, если они начнут тренироваться, использовать эту технику, у них может активироваться программа онкологии. То есть это вот такая тема. Просто сразу предупреждаю, чтобы, а то все кинутся, как бы делать это. Ну, наверное, на этот вопрос. Ну, ну, да, в принципе. Техник очень много, приходите, делайте. Можете себя прорабатывать через свои аспекты, тоже очень мощная защита. Так, и вопрос от Лены из Баку. Расскажите, пожалуйста, какие вибрации сейчас у Земли? Вибрации, какие вибрации, я не понимаю. Ну, имеется в виду, наверное, по герцовке, как я поняла этот вопрос. Это надо каждый день смотреть, какие по герцовке. Я сегодня вот не смотрела, но сейчас я так понимаю, в ближайшие дни смотрела вот резонанс Шубана, где парень там делает видео на эту тему, подписан на его канал, он там смотрит, ну, я так понимаю, где-то 7,83, вот 84, вот он говорил, но там разные просто полосы еще, я вот в этом не особо разбираюсь. То он говорит, начинается вот этой частоты, потом там 32 герца присутствует, то есть даже какие-то где-то доходят до 40. Ну, вот в основном, как бы, говорит, сейчас вот было какое-то время, промежуток, где были очень плохо они проявлены, где вот 32 герца там и это. Ну, вот сейчас в последнее время начало опять, я так понимаю, возрастать это все, опять появляться эти полосы стали, вот, поэтому, она же постоянно скачет, эта частота, как бы, ты не можешь сказать, что сейчас вот конкретно какая-то фиксированная, да, поэтому смотрите, пожалуйста, в Томской обсерватории, там каждый день можно просматривать, какая частота, да, и не только в Томской, еще он там по какой-то смотрит, обсерваторий тоже, где-то по границе. Тысячу герц, я жду тысячу герц, это будет полная распаковка всего человечества, а Земля, она даванет на это, на эти герцовки, тут уже даже их черная магия с их блокировками на планете не поможет, я думаю, что это будет в ближайшем будущем, я на это надеюсь, потому что я в это верю, просто мы идем к этому, я думаю, что все будет супер, ну все, в принципе, все вопросы, Мирочка, я благодарю тебя за все ответы, вот я думаю, что всем было очень приятно и меня, и тебя слышать, благодарю за вопросы всех, и тебя тоже благодарю за то, что ты задала их и за ответы за твои, за добавления, вот, и благодарю, что ты, как говорится, ты с нами в нашем поле, что мы здесь вместе все воплотились в это нелегкое время, и вот то, что мы вместе все, вот, и задавайте вопросы под видео, под нашими, мы будем отвечать, и, ну, до новых встреч, наши хорошие. Всем желаю здравия, гармонии, равновесия в это непростое время.